Можно ли есть фрукты с косточками? В чем польза косточек от фиников? Как можно использовать финиковые косточки? Смотрите видео до конца и узнаете, чем полезны косточки финик. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Фрукты и ягоды принято есть без косточек. Однако для организма полезен весь плод целиком, поэтому употребление целиком вместе с косточками некоторых плодов приносит пользу организму, способствует очищению и повышает эффективность метаболизма. Какие фрукты можно и даже нужно есть с косточками? Вот следующие семь плодов, при поедании которых вместе с косточками, повышается их полезное качество. Арбузные косточки понижают уровень сахара в крови и способствуют выведению шлаков из кишечника. Семена дыни обладают послабляющими свойствами и витаминизируют организм. Виноградные косточки повышают иммунитет и тонизируют сосуды. Киви всегда едят не вынимая косточек, но основные полезные качества фрукта сконцентрированы именно в семенах, которые омолаживают кожу и укрепляют волосы и ногти. Косточки граната помогают бороться с онкологией, повышают тонус сосудов, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Семена лимона помогут снять головную боль. Косточки фиников помогают снять воспаление и улучшают пищеварение. Все семена, чтобы ощутить на себе их положительное воздействие, необходимо разгрызать. Иначе они транзитом проходят через кишечник, оказывая только некоторое очищающее действие. Из всех семян наибольшей популярностью в народной медицине пользуются семена фиников. Какими свойствами обладают финиковые косточки? Семена фиников богаты полезными веществами. Количество разных биологически активных компонентов в косточках фиников даже больше, чем в самом фрукте. Для того, чтобы приготовить лекарства из финиковых косточек, необходимо самому выбрать плоды, очистить семена, вымыть, высушить их и далее уже использовать при тех ситуациях, когда они могут помочь. Полезные свойства косточек фиников следующие. Противовоспалительные, сахаропонижающие, усиливающие выработку половых гормонов у мужчин, повышающие общий тонус организма, растворяющие камни почек. Наличие подобных свойств позволило использовать домашние лекарства, сделанные на основе финиковых косточек. Как приготовить лечебное средство из финиковых косточек? Давайте разберем несколько возможностей употребления финиковых косточек. Первое. Приготовление отвара, способного регулировать уровень сахара крови и улучшить общее состояние. Размолотые в кофемолке 6 косточек, залить половиной литра воды, прокипятить в течение 15 минут, процедить и остудить. Принимать перед едой, разделив полученную порцию на три раза. Каждый день готовить новое средство. Второе. Для того, чтобы стали растворяться и выходить камни и песок из почек, с целью противовоспалительного эффекта при заболеваниях мочевыводящих путей, следует заварить 15 грамм порошка, полученного при перемалывании финиковых косточек, стаканом кипятка. Закутать сосуд и дать настояться в течение трех часов. Потом процедить и использовать по 3-4 глотка несколько раз в день. Очищение мочевыводящих путей начнется через 15 дней непрерывного использования настоя. Курс зависит от объема воспалительного процесса и количества камней. Повторить следует через 3 месяца. Третье. Спиртовая настойка из финиковых косточек поможет мужчинам при снижении половой активности и воспалениях, поразивших половые органы. Для ее приготовления заполнить раздробленными косточками треть бутылки, доверх удалить водкой, закрыть и поставить настаиваться в темное место на три недели. После процедить и принимать по 15 мл два раза в день перед едой. Четвертое. Средство от кашля можно приготовить, залив 5 косточек финика стаканом молока и прокипятить в течение 5 минут. Потом процедить, несколько остудить, можно добавить сливочное масло и мед. Лекарство желательно принимать 3 раза в день после еды. Оно успокоит кашель, уменьшит проявление бронхита, ларингита, поможет при респираторных заболеваниях и ангине. Пятое. Для повышения иммунитета, улучшения обмена веществ, активации кроветворения, возможно применять перемолотые финиковые косточки. Следует использовать по чайной ложке порошка, перед завтраком пережевывая и постепенно проглатывая. Растительный иммуномодулятор можно давать и детям, но в половинном количестве. Какие противопоказания к применению финиковых косточек? Финиковые косточки не содержат раздражающих веществ. Поэтому особых противопоказаний к их употреблению нет, только индивидуальная непереносимость. Также не стоит экспериментировать в период беременности и кормления грудью. Всем остальным можно применять полезные средства из финиковых косточек. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!